МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Речь идет о тех семьях, которые проживают в местах традиционного проживания, то есть на стойбищах. Об этом сообщили сотрудники Департамента социального развития на очередном заседании Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры. О том, какие еще вопросы обсуждали депутаты и общественные деятели, подробнее в нашем видеоматериале. Наш округ один из самых многонациональных. Здесь проживают уже более 120 разных этносов. Особое место среди всех занимают коренные жители – ханты, манси и лесные ненцы. Согласно данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, численность коренных народов увеличилась на 10%, или на 3171 человек по отношению к 2002 году, составив тем самым 31 483 человека. А это уже 2% от всего населения автономного округа. Несмотря на то, что численность коренных жителей Югры увеличилась, уровень социально-экономического положения коренных народов все же требует пристального внимания. Об этом в своем докладе сообщила Наталья Стрибкова, полномочная по правам человека в Югре, на 14-м заседании Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Думы Югры. Она отметила, что проблема занятости среди коренного населения – одна из основных. Особенно если это труднодоступная территория, там, где нет рабочих мест, там, где невозможно что-то создать для них, конкретного рабочего места, и желание у самого коренного жителя переучиваться, а тем более менять место жительства, место своего проживания отсутствует. Вот здесь процент неустроенных, нетрудоустроенных граждан и числа коренной национальности остается достаточно высок. В 2017 году в адрес уполномоченного по правам человека в Югре поступило 55 обращений от граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, а в 2018 году уже 80 обращений. В основном они связаны с нарушением прав и гарантий коренных народов в живущих местах традиционного природопользования, вопросы жилья, образования и получения медицинской помощи. Не обошли на 14-м заседании Ассамблеи представителей коренных народов Севера и тему жилищного вопроса. Сейчас в Югре действует государственная программа обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года, в рамках которой представители коренных народов могут воспользоваться господдержкой в виде получения субсидий на приобретение или строительство жилья. Более 3,5 тысяч участников и числа коренных малочисленных народов, которые ожидают субсидии по мероприятию, по одному мероприятию и более 300 участников. Это по второму мероприятию. Всего в государственной программе сегодня реализуются два мероприятия. Если их разделить, это те граждане, которые вставали до 2014 года и в 2014 году. За годы реализации этой госпрограммы из бюджета Югры было выделено более 5 миллиардов рублей. В 2017 году на эти цели было потрачено 123 миллиона рублей, благодаря чему около 60 семей смогли приобрести жилье. В этом году правительство округа планирует выделить чуть меньше средств по отношению к сумме прошлого года. Но в случае появления дополнительных средств округ планирует выделить дополнительное финансирование на сокращение этой очереди. Также у жителей округа есть возможность воспользоваться еще одной мерой господдержки. Это компенсация части процентной ставки по ипотечному кредиту. Она предоставляется при условии, если граждане получают ипотечный кредит в кредитной организации, банке, иной организации, которая предоставляет займы. И при определенных условиях это наличие нуждаемости в жилом помещении и проживание в автономном округе определенное количество лет. Те участники из числа коренных малочисленных народов, которые ранее участвовали или являлись участниками государственной программы, в это мероприятие могут заходить без цензо-оседлости, то есть без периода проживания в автономном округе. Очереди нет. В любой момент можно обратиться через ипотечное агентство и банк при условии, конечно, кредитования банком. Большая часть коренных жителей, а это почти 69%, проживает в местах традиционной хозяйственной деятельности. Занимаются рыболовством, охотой, сбором дикоросов, разведением оленей. Из них почти 4 тысячи проживают в лесу на стойбищах. Добраться в такие труднодоступные места можно лишь по зимнику, водным или воздушным транспортом. К примеру, национальная община Яуньях работает в Сургутском районе. Она помогает жителям отдаленных юрт, привозит продукты питания, топливо и многое другое. В таких местах, к слову, и своевременную медицинскую помощь вовремя не получишь. И продукты доставить. Огромная проблема. Нефтяники дают вортолет только два раза в месяц. Очень большая проблема у нас с обеспечением лекарствами. В Таурово, в Тайваково, в Каюково. Нет, конечно, аптек. Аптеки в Угуте. В Угуте бедные аптеки. Люди звонят по телефону, где-то как-то передают, в кантийской почте, записками, что нужны такие-то лекарства. Доходит до того, что мы эти лекарства, эти записки в Сургут закупаем и обратно. На 17-м заседании Думы Югры депутаты внесли поправки в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства Югры. Такие изменения дадут возможность семьям, проживающим на стойбищах, где отсутствует образовательное учреждение дошкольного образования, получить ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего образовательную организацию. Речь идет о детском саде. Дети, которые проживают на межселенных территориях, на стойбищах, они получали места в образовательных организациях, расположенных в крупных населенных пунктах, такие как Русскинский или Угут, где есть детские сады. При этом фактически дошкольного образования они не получали. Так родители смогут получать пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет, которые составят 7547 рублей и 3774 рубля соответственно. Заместитель председателя Думы Югры Еремей Айпин отметил значимость данного вопроса для жителей нашего региона. Он сообщил, что обращений на эту тему было много. Теперь этот пробел исключили с помощью закона. Галина Айдин, Эльдар Муратов, телекомпания Югра, Хантамансийск. Специально для программы «Северный дом». Комитет Госдумы по делам национальности Российской Федерации во втором чтении принял законопроект по унификации терминологии. Инициатором такого законопроекта выступила Российская Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Как показал проведенный анализ федерального законодательства ранее, во многих законах использовались разные термины в отношении коренных малочисленных народов. На практике такие разночтения, как правило, толковались не в пользу коренных жителей России и необоснованно ограничивали их сферу применения. Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за принятие во втором чтении данного проекта закона. Третье окончательное чтение планируется до конца текущей весенней сессии. К другим темам. В Хантамансийске завершился юбилейный международный фестиваль ремесел коренных народов мира Югра-2018. В нем приняли участие более 100 мастеров из разных регионов России. Чем запомнился этот фестиваль и насколько популярны и востребованы сегодня народные промыслы и ремесла? Ответы на эти вопросы в нашем следующем репортаже. Под город мастеров была отдана центральная площадь столицы Югры. Более 100 мастеров традиционных промыслов и ремесел из России, а также Монголии и Республики Конго привезли не только свои изделия, но и приняли участие в конкурсе мастерства по 16 номинациям. А посмотреть было на что. Это деревянная берестяная посуда, тканные ковры, половики, полотенца, пояса, вязаные и вышитые вещи, детские игрушки из всевозможных материалов, бисерные украшения, лоскутные покрывала и одеяла, изделия из кости. Для того, чтобы только все это просто увидеть, надо было потратить не один час. А если еще и рассматривать и наблюдать за работой мастеров, то и того больше. На открытии международного фестиваля ремесел побывала и губернатор Югры Наталья Комарова. Она осмотрела выставку-ярмарку народных умельцев, а с некоторыми мастерами и участниками пообщалась лично. Люди талантливые и творческие собираются вместе для того, чтобы сохранить и дать возможность развиваться культуре, традициям и промыслам коренных народов. В мероприятиях, включенных в программы юбилейного фестиваля, помимо мастеров, принять участие приехали ученые, искусствоведы, сотрудники музеев, домов народного творчества и центров ремесел, представители государственных учреждений, региональных администраций, общественных организаций, преподаватели школ искусств, ну и, конечно, художники и мастера народного искусства. Всего более 200 человек. Два дня мастера традиционных промыслов и ремесел на площади создавали свои конкурсные работы, которые оценивали экспертные жюри по 16 номинациям. Гончарное искусство, художественная обработка дерева, бересты, меха, кожи животных, рыбьей кожи, художественная вышивка, валяние из шерсти, роспись по дереву, плетение из растительных материалов, ткачество. Номинаций так много, что все и не перечислить. Коренной житель Сургутского района Сергей Кечимов – мастер на все руки. На фестивале он участвует не впервые. И на этот раз выполнял на конкурс лодку-долбленку «Облас». Такие лодки ханта использовали издревле. Это осина. Потому что осина, он хорошо делается. Дерево мягкое. Поэтому все сделают от кетра и осина. Сейчас лодки-долбленки в быту практически не используются. В основном только теми, кто живет на стойбище. Но в последнее время область стал популярен и востребован благодаря ежегодным окружным соревнованиям на Кубы губернатора Югры по гребле на обласах. Кстати, Сергей Васильевич не просто активный участник этих состязаний, а один из главных мастеров по изготовлению этих редких лодок. На луг выбирается дерево сосна, которое растет под наклоном. Другой представитель народа ханты Станислав Сопочин приехал на фестиваль из деревни Рускинская. И тоже работает с деревом. Он занимается восстановлением утраченных традиций. На конкурс изготовил охотничий самострел на бобра. Сейчас коренные жители на охоте самострел уже не используют. У многих его нет, потому как технология его изготовления утрачена. Фестиваль 10 лет. И, собственно, на всех фестивалях я присутствовал. И вот эта такая системная работа привела к тому, что выросло мастерство в чисто технологическом плане. Это первое. Второе. Выросло понимание образности вещи, которые имеют глубокие корни, сохраняющиеся особенно в среде малочисленных народов. Мастеров гончарного искусства от Ямала представил Александр Логачев. Казалось бы, как арктический регион может представлять южное ремесло? Оказывается, и в Салихарде есть гончарная мастерская. Александр Логачев работает с глиной всего лишь два года. И уже успел преуспеть в этом нелегком деле. Научиться можно всему. Было бы желание. Особенностью этого фестиваля «Ремесел-2018» стала обширная семейная программа «Лаборатория искусства», где и дети, и взрослые, и молодежь смогли поучаствовать в мастер-классах, интерактивных программах, национальных играх и забавах. Впервые за всю историю фестиваля проведен конкурс детских творческих работ «Юные подмастерья». Мы сегодня делаем вот такие обегательства, это коврыки. Здесь сейчас надо отрыгнуть ножницами, а потом будет половик. По итогам фестиваля «Ремесел» выбрали победителей по всем 16 номинациям. По словам организаторов, на этот раз решили не присуждать первые, вторые и третьи места, так как все мастера – знатоки своего дела и большие профессионалы. Судить каждого за отдельные мастеровые качества оказалось сложно, поэтому в каждой номинации определили по несколько победителей. Галина Эдин, Леонид Чемляков, телекомпания «Югра Хантамансийск», специально для программы «Северный дом». Стоит сказать, что начало лета в городах Югры ознаменовалось целым фейерверком фестиваля. Нижневартовск готовится к своему ежегодному масштабному празднику искусств – труда и спорта «Сламотлорские ночи». Проводится в Югре он уже в 43-й раз, и отличается он не только богатой историей, отражающей специфику нефтяного края, но и культурными традициями коренных народов Севера, дружбой между народами, живущими в столице Самотлора, и красотой северной природы. А самый крупный город Югры – Сургут. Почти неделю принимал восьмой окружной театральный фестиваль «Белое пространство». Этот фестиваль проходит один раз в два года в разных городах Югры и знакомит зрителей с премьерами последних театральных сезонов профессиональных театров округа. Наш корреспондент Игорь Старков вместе с сургутскими зрителями отсмотрел всю фестивальную программу и готов поделиться своими впечатлениями от увиденного. Сургут принял символическую эстафету окружных театральных фестивалей от Ханты-Мансийска. Именно в столице Югры в 2016 году собирались вместе в последний раз профессиональные театры из Нижневартовска, Сургута, Нефтьюганска, Ханты-Мансийска и Нягоне. И вот спустя два года служители сцены снова представили свои главные премьеры последних сезонов на суд сургутскому зрителю, коллегам по театральному цеху и авторитетному экспертному жюри. В каждом регионе, в каждой области, в каждом крае есть театральные фестивали. На самом деле их задача не только показать местным зрителям все новые лучшие спектакли, поставленные в ближайшие города, но и узкопрофессиональные, потому что приезжают критики из Москвы, Петербурга и местных, и соседних крупных городов, которые обсуждают каждый спектакль на труппе. Как правило, закрытые обсуждения, они нацелены на то, чтобы проанализировать с точки зрения высокого театрального искусства. Показы спектаклей проходили на пяти разных площадках города Сургута. Правда, один спектакль из-за сложности декораций пришлось показывать на родной сцене в Нижневартовске. Фестивальная афиша вместила в себя 14 спектаклей, большинство из которых детские. В категории для самых маленьких с маркировкой 0+, на фестивале выступило три театра. Ниагинский театр юного зрителя со своим бэби-спектаклем «Колобок». Известная история для детей здесь была рассказана на языке, понятном каждому ребенку. «Колобок, колобок, я тебя съем!» Ханты-Мансийский театр «Кукол» на фестивале упорно вытягивал репку. Сама сказка, которая начиналась со слов «Посадил дед». Репку здесь только вторая половина спектакля. Сначала, как водится по драматургическим законам, экспозиция и взаимоотношение персонажей. Театр обско-угорских народов «Солнце» из Ханты-Мансийска представил детский спектакль «Чеф-Чеф» по фольклорным сказкам, собранным писателем Еремеем Айпиным. Спектакль для небольшого количества зрителей проходит в чуме. Юным зрителям через сказки, игры и песни на языке народа Ханты рассказывают о любви к природе. По словам самих артистов, этот выход на зрителя получился даже немного стрессовым. Из-за плотного расписания спектакль не игрался около пары месяцев до фестивального показа. Хорошо тем, что у нас оценки естественные, все ситуации естественные. Были такие моменты, что ой, тут реквизит, как будто мы не привезли, оказывается. Это и мне нравится, с одной стороны, что приходится жить здесь и сейчас. И это естественно, и как-то приносит в этом удовольствие. Все естественно идет. Преворачилась кукушку и полетела. Среди многообразия детских спектаклей были и серьезные драматические работы. Тот же театр «Солнце» представил на фестивале «Последнее пришествие». Жанр постановки сами театралы определяют как следственный эксперимент. Автор оригинального текста, повести, основанной на реальных событиях, эвенкийский писатель Александр Лапкин даже был консультантом постановки. Начавшись с мелодии советской эстрады, переносящих зрителей 80-х годов 20-го столетия, спектакль превращается в страшную историю, затрагивающую темы многочисленных самоубийств людей, не сумевших принять новый уклад жизни, а также противоречий между личным и общественным государственным. Дорогие товарищи, прежде чем начать торжественный травмный митинг, посвященный смерти нашего дорогого Леонида Ильича, необходимо собрать рабочий президиум. Я предлагаю собрать политбюро в полном составе. Это семья льниеводов Эвенки, это все место действия в Эвенки, но она прямо точно и тесно соприкасается с нашей историей ханты-мансийского округа, а именно малочисленных коренных народов севера. Это ханты-манси, вот наша труппа вся, она состоит ханты-манси. Мы даже были готовы сыграть это на родном языке. И идут очень, как бы, такие соприкосновения с нашей сегодняшней темой, и темы, как бы, родовых угодий, и темы разработок на этой земле. После каждого фестивального спектакля проходило его обсуждение. Подробно и обстоятельно члены экспертного совета фестиваля рассказывали об увиденном на сцене. О последнем пришествии, например, говорили в таком ключе. Это очень такой самобытный получился спектакль. Действительно, вот по его, не только по антуражу, по речи, по предметному миру, да, чувствуется, что это не простой спектакль, да, не один из драматических. А он основан, с одной стороны, на документальной истории, а с другой стороны, на другом восприятии мира, каком-то, да, мифологическом. Проблема всего сейчас существует, она стоит остро. Я бы его узнал только сейчас. Для меня это спектакль про проблему, которая существовала в 83-м году. И для меня это большая новость. И мне кажется, что это надо как-то сообщать, что ли. Финал фестиваля вышел не совсем типичным для подобных событий. На церемонии закрытия решили не определять призеров. Каждому театру достался свой призовой диплом. Каждый, по мнению жюри и организаторов, оказался в чем-то хорош. Спектакль «Чеф-Чеф» Театра Обско-Угорских народов «Солнце» получил награду в номинации за сохранение национальных традиций и создание уникальной художественной атмосферы в театре для самых маленьких. Известный югорский художник Геннадий Райшев порадовал своих поклонников и ценителей художественного искусства. На этот раз он представил для них новый цикл графических произведений, созданный для документального сериала «Тония в поисках легенды». Этот фильм был снят в 2017 году режиссером Ольгой Корниенко на основе полевых этнографических материалов, собранных автором у юганских ханты, между речей Большого и Малого Югана. Кто он «Тония» и какие легенды с ним связаны, нам расскажет наш корреспондент Ольга Зеленина. «Монти» в переводе с хантыйского языка означает «сказание», а «Тония» — это имя отважного и сильного охотника и воина. Согласно традициям народа ханты, «Монти» не принято рассказывать чужакам. Однако, благодаря учителю русского языка Александру Силину, который записал эту историю со слов коренного жителя юртурьевых Семена Покачева, эту историю об «Тонии»-освободителе «Тонии» знают теперь и современники. «Богатырь Тония» — это такой известный, он еще не очень оформился, как о нем какое-то сказание, но уже, так сказать, приобрел такую большую значимость в истории хантыйского народа. Основу выставки составляет 19 графических листов, созданных по мотивам легенды, бытующей и ныне у юганских ханты. Это не первое обращение Геннадия Райшева к легенде «Тония». Первые иллюстрации о богатыре художник сделал в 1996 году для книги, посвященной Честухинскому урию, археологическому памятнику 16-го, начало 17-го столетий. Акварельные портреты, связанные с героями событий, лежащими в основе легенды, художник создал еще в экспедиции в 1982 году, когда он ездил по реке Юган. Новое обращение к легенде о Тонии связано с просьбой режиссера Ольги Корниенко проиллюстрировать ее документальный фильм. Югорский художник охотно согласился. Я сам ездил на Юган, и я там познакомился с очень многими людьми, практически познакомился с продолжателями этих родов. И продолжайте попросту, говоря, это те люди, которые имеют кровное родство с этим героем Тония. История Тонии происходит не одномоментно, а на протяжении многих лет. Начинается она еще до того, как родился народный герой. На выставке картин Геннадия Райшева представлены два хантыйских рода – род оленя и род орла. Норка Ики из рода оленя пришел свататься к старейшинам рода орлов, но они не отдали старику в жены девушку из рода орлов, а прогнали его. И из-за этого Норка Ики предал их. При нападении на племя орлов будущий отец Тонии Айкурик единственный остается в живых. Он обещает отомстить за смерть своего народа. Последний представитель рода орлов Айкурик и его возлюбленная Айне уходят далеко в тайгу, подальше от насилия и зла. И там у них рождается сын-воин, освободитель Тония. Айкурик обучил сына всем воинским премудростям. И вырос Тония сильным и храбрым воином рода орлов. Геннадий Степанович нас окунул своими картинками в эту быль, в эту сказку, в эту мифологию. И показал культуру и быт народов севера, как люди жили. Поэтому мы, смотря, изучая его работы, смотря фильм, который сделала Ольга Корниенко на основе экспедиции по местам богатыря до Тония, мы, конечно, познаем всю историю. По легенде на Юган пришли собрать дань Исаак казаки. Но Тония, который сам собирал налоги, отказался платить Исаак и стал готовиться к войне. Около Угута он укрепил свой городок. Укрепил его как крепость. В днем Тония выдержал две битвы. Но когда казаки стали стрелять горящими стрелами, городок сгорел. А Тония бежал. Но во всех вариантах легенды он вскоре погибает. Поскольку легенда живет в Междуречи Большого и Малого Югана, то, разумеется, мы две недели не сходили с плав средств. Мы колесили по Большому Югану, по Малому Югану. И с нами были проводники. Особенность, одна из главных особенностей, то, что не мы сами там что-то искали, рассказывали, а это все сами делали потомки вот этого легендарного богатыря. Они показывали нам топонимические какие-то места, ландшафты, которые вот именно подтверждают, что этот богатырь на самом деле был, что здесь происходили сражения. Совместный проект Творческого союза заслуженного художника России Геннадия Райшева и режиссера-документалиста Ольги Корниенко дает возможность зрителю побывать на исторической родине у юганских ханты. Ольга Зеленина, Григорий Апанасюк, телекомпания «Югра», «Ханты-Мансийск». Специально для программы «Северный дом». Кстати, Геннадий Степанович проиллюстрировал новую книгу хантыйского писателя Еремия Айпина, над созданием которой писатель трудился более 40 лет и которую планирует издать в этом юбилейном для писателя году. 27 июня Еремей Айпин отметит свое 70-летие. А это информация для тех, кто занимается изучением языков народов России. Информационный портал «Национальный акцент» сообщает, что стартовал прием заявок на ежегодную премию «Ключевое слово». Она была учреждена Федеральным агентством по делам национальности Российской Федерации. Эта премия направлена на сохранение многоязычия и поощрения людей, которые вносят заметный вклад в развитие и популяризацию русского языка и языков народов России. Заявки принимаются до 1 сентября. Следующая наша информация адресована любителям спортивной тематики и, в частности, поклонникам этноспорта. С 29 июня по 2 июля в Нефтеюганском районе пройдет Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. В соревнованиях планируют принять участие более 150 этноспортсменов. Приглашения принять участие в празднике были также отправлены представителям общественных организаций, занимающихся сохранением традиций аборигенов из семи стран мира. Кубок губернатора Югры по гребле на обласах 2018 обещает превратиться в большой праздник национальной культуры. Недаром по итогам национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 Кубок губернатора Югры по гребле на обласах был удостоен третьего места в категории «Туристическое событие в области спорта» и ему был присвоен статус «Национальное событие национального календаря событий». Если вы хотите поделиться с нами важной информацией или у вас есть желание стать героем нашей передачи, звоните нам по телефону. Контакты нашей редакции вы видите на вашем экране. Я же Галина Эдин прощаюсь с вами. Увидимся вновь через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова